Приветствую всех на канале, сегодня день благодарения и рынок США не работает, поэтому поскольку появилось свободное время, решил записать видео. Возможно оно получится довольно большим. Посмотрим, есть интересные идеи, на рынке много чего интересного происходит. Итак, по моим предположениям, все-таки рынок пошел вверх и пока что у нас есть уже пробитое сопротивление на уровне 12 тысяч небольшим по NASDAQ. Тем самым рынок намекает на то, что рождественское ралли вполне возможно. Будем смотреть за событиями. У нас здесь есть важный уровень 12400. Я думаю, что если NASDAQ его преодолеет, то это будет уже хорошим сигналом к тому, что ралли это продолжится. И мне кажется, что до конца года NASDAQ может дорасти вплоть до 14 тысяч пунктов. В любом случае какой-то рост нас еще ждет. Итак, сегодня главная новость дня является падение биткоина. Вот можете верить, может нет, но как раз вчера во время торгов я по биткоину свои позиции закрыл, которые у меня были открыты через Bitcoin Trust GBTC. И соответственно полностью готов перезаходить в этот рынок. Вполне возможно, прям с открытия буду искать возможность снова входить в биткоин. Возможно, это падение также как-то коррелирует с падением в золоте. Посмотрим, как будет себя вести. Ну, какую-то небольшую часть позиции, возможно, ее половину, которой у меня была, сейчас у меня ее вообще нет. Я буду восстанавливать. Мне кажется, уже уровень 17000 вполне себе интересный. Конечно, возможно, биткоин еще отпадает до 15970, но мы видим, что сегодня он уже был на уровне 16287. Соответственно, коррекция по биткоину уже вполне приличная. Мы видим, что четырехчасовик уже разгрузился. Соответственно, наверное, буду устанавливать какую-то небольшую позицию завтра на открытии по биткоину. Мне кажется, биткоин еще должен до конца года порасти. Будет это связано, конечно, с настроениями на рынке. По NASDAQ также хотел добавить, что у нас пока что есть сильная дивергенция на RSI. Мы видим, что здесь максимумы понижаются. В принципе, для того, чтобы нам все это дело пробить, необходимо будет обновлять максимум 12425 по NASDAQ. Ну, вот, собственно говоря, если получится это сделать, то будем ждать хорошую пятую волну роста. Давайте дальше пойдем по идеям. На прошлой неделе я также озвучивал то, что собираюсь закрывать часть позиций в палантире. И часть позиций в палантире я закрывал вчера. На самом деле, получилась не совсем удачная сделка. Я закрывал примерно на уровне 26.50. Он в итоге дорос даже до 29. В принципе, похоже на то, что он собирается расти дальше. Пока что буду сидеть в нем с половиной своей позиции. В случае, если он откорректируется куда-то до 20, то буду, наверное, восстанавливать позицию до полного объема. Также вчера я немного сократил позиции в Клаудерии FireEye. Компании, которые неплохо уже выросли, чтобы открыть другие интересные позиции. Мне кажется, что если нас ждет ралли на рынке, то довольно интересным сейчас будет выглядеть Амазон. И он сейчас вроде как начинает шевелиться. Мы видим, что уже две свечки четырехчасовые ростовые идут. В принципе, у меня получилось довольно неплохо его купить. По 3.100. И сейчас уже хорошая прибыль. Будем ждать. Посмотрим, если фигуру эту он пройдет за сопротивление. То это будет хорошим сигналом того, что будет рост. На носу у нас черная пятница. Ну и рождественские всякие распродажи. Соответственно, Амазон должен от этого все выигрывать. Была новость в среду о том, что у Амазона были сбои на его облачных сервисах. Но я так посмотрел. Особо на котировки акций данная ситуация не повлияла. И никакой коррекции не вызвала. Также еще одну компанию, которую я добавил вчера в свой портфель. Это Apple. Компания Apple, мне кажется, также находится сейчас в довольно хороших позициях для того, чтобы ее покупать. Ну, если мы надеемся на то, что будет предновогодний ралли, то, мне кажется, Apple еще себя покажет. Первая цель – это обновление Хая 137 долларов. Вчера также открывал длинные позиции по компании Кратос. На нее я делал обзор. Видео это находится в начале канала. Можете посмотреть, если не видели. Компания Кратос занимается боевыми дронами. Эту компанию я открывал сразу по двум причинам. Во-первых, поползли такие слухи о том, что администрация Трампа вроде как возможно готовится нанести удар по Ирану. В таких случаях всегда акции оборонных компаний растут. Я думаю, что, наверное, также хорошей позицией в этом случае будет компания Lockheed Martin. Более такая спокойная. Но у Кратоса мне нравится все дело тем, что здесь вполне может нарисоваться картинка глава и плечи. Вполне себе подходим мы как раз к линии шеи. И вот сейчас в случае, если Кратос ее пройдет, то возможно мы очень даже неплохо сможем вырасти. Тут цели по такой фигуре находятся на отметках 33-34 доллара. Сейчас она стоит 21.50. Она, конечно, уже довольно неплохо росла в последнее время. Но, тем не менее, посмотрим, получится ли у этой компании совершить пробой этого уровня. Еще одна позиция, на которую я сделал на самом деле большую ставку. Еще позавчера я покупал спекулятивно AlterX, потому что AlterX у меня в принципе есть в портфеле. И долгосрочный я его собираюсь держать. Здесь идея заключается в том, что у нас вырисовываются глава и плечи в лонг. Пока что мы не прошли линию шеи. Тем не менее, вполне возможно, что уже с открытия рынка завтра, если она откроется где-то выше этой линии, это будет хорошим бычьим сигналом. И здесь у нас есть цель. Это gap на отметке 143 доллара. Посмотрим. В принципе, здесь также может развиваться какая-то коррекционная формация. Если мы пойдем вниз и пробьем сопротивление, поддержку на уровне 113-114 долларов и уйдем вниз, то это будет, конечно, сигналом плохим, который говорит о том, что по AlterX у нас ждет еще волна снижения. Вполне возможно, по своей длине примерно такая, как падение 140 до 110, то есть еще в районе 30 долларов. Очень не хотелось бы, конечно, такого события поиметь. Тем не менее, по AlterX у меня спектрированная позиция. Я ее покупал по 111 долларов. Соответственно, даже в самом худшем случае, закрою просто ее в безубытке. Посмотрю, как она себя будет вести. Но надеюсь, что все-таки AlterX позволит мне сейчас, в ближайшие несколько дней, неплохо на нем заработать. Надеюсь на то, что он пойдет на закрытие gap, потому что он довольно долго стоит уже. Накопилась какая-то позиция. Надеюсь, что она все-таки копилась наверх. Итак, еще одна главная новость. Практически прошедших двух недель это настоящий жор на рынке EV. Это электромобили. Там и Tesla. Мне кажется, наверное, Байден вместе с той новостью, которую Tesla включает в S&P, породил все это движение. Мы видим, что Tesla растет. Она уже 574 доллара. В прошлом видео я говорил, что жду по Tesla цель 600. Скорее всего, до 600 она все-таки дойдет, потому что осталось совсем немного. Некоторые аналитики уже говорят о 700 долларах. Ну, посмотрим. Tesla, конечно, уже находится в довольно сильной зоне перекупленности. Еще одна компания из рынка EV. Это китайская компания NIO, которая также продолжает расти. Несмотря на то, что она уже довольно давно также находится в зоне перекупленности, тем не менее продолжает свой рост. Вполне возможно, что здесь после коррекции будет еще одна пятая волна роста. Но в любом случае, мне кажется, все эти компании, они после достижения каких-то максимумов должны довольно серьезно откорректироваться. И если вы хотите покупать рынок EV на долгосрок, наверное, все-таки стоит дожидаться коррекции. И по таким большим компаниям, как Tesla и NIO, сейчас, наверное, входить уже супер опасно. Также компания, про которую говорят, китайская Xpeng, также показывает неплохой рост. Здесь вполне возможно, что пять волн роста закончилось. Поэтому по компании Xpeng, скорее всего, наверное, все-таки будет какая-то коррекция. Возможно, где-то долларов до 50. Xpeng я не рассматривал фундаментально, что с этой компанией происходит. Но, видите, учитывая этот рост, значит, что-то в ней все-таки есть. Но сейчас растет практически все на этом рынке. Еще одна компания с рынка электромобилей – компания Plug. Компания занимается производством станций для заправки этих машин. Также выглядит довольно интересной игрой в этом рынке. Но пока что мы видим, что у компании совершенно небольшая выручка, всего лишь 100 миллионов долларов. Тем не менее, рынок ее уже очень сильно оценил. Здесь также, мне кажется, еще продолжится движение вверх. Все эти компании, скорее всего, будут следовать за Tesla. И поэтому, наверное, Tesla будет показывать таким хорошим индикатором того, что ожидает рынок электромобилей. Но, в любом случае, на долгосрок все эти компании будут выигрывать. И, учитывая то, что Трамп уже распорядился, вроде как, передавать полномочия Байдену своей администрации. Но, тем не менее, продолжает еще судиться. Приход Байдена, наверное, отправят все эти компании еще на обновление хая. А дальше уже будет коррекция какая-то, может быть, даже более-менее глубокая. Потому что выросли они очень сильно. Ну, и вот там можно будет уже входить в этот рынок, если вы не успели что-то купить прямо сейчас. Я недавно рекомендовал компанию Green Power Motors. Компания канадская. Производит она электроавтобусы. Я свою позицию по этой компании закрыл. И, к сожалению, получилось все это довольно неудачно. Примерно в районе 25, нет, вру. Наверное, где-то в районе 22,5 долларов я закрывал. Примерно на этой свечке. Ну, собственно, после этого продолжился рост. И сейчас я вот не знаю, то ли входить в нее, то ли нет. Вроде как какая-то коррекция назревает. Но, возможно, как раз-то это коррекция до 23. Это было все, на что способен сейчас рынок. И, опять же, если Тесла продолжит свой рост, наверное, компания GP также будет расти. Буду думать, может быть, если на премаркете она опустится в район 23, где я ее закрывал практически, там, может быть, я ее снова восстановлю. Пока что не знаю. Еще одна компания довольно интересная, которую сегодня я изучал, называется Electromechanica Venihals. Компания также занимается электромобилями. И вот эта компания, мне кажется, спекулятивно довольно интересной игрой. Вполне возможно, что отсюда нас еще ждет какая-то волна роста. Пока что я вижу, что было три волны. Это четвертая волна коррекционная. Соответственно, если будет пятая, мы должны обновлять хай на отметке 13,5 долларов. И цена текущая, 8,5 долларов, кажется, вполне подходящей для входа. Возможно, она еще закроет свой гэп на отметке 7,8 долларов. Но, учитывая то, как сейчас на рынке растут все эти компании из EV-отрасли, я бы на такой сценарий не надеялся. Компания эта необычно тем, что она производит маленькие малометражные автомобили. В них вмещается один человек. И, вдобавок к всему, они еще и трехколесные. Стоят они чуть менее 20 тысяч долларов. Вроде как аналитики считают эту цену довольно низкой. И новое поколение молодых людей вполне возможно будет выбирать себе какие-то малолитражки, типа такой. И это обязательно должен быть электромобиль. Ну, в принципе, аналитики прочат этой компании неплохой рынок, сбыта. Но это, на самом деле, довольно рисковая ставка на дальнего срока. Я ее рассматриваю именно как какое-то спекулятивное движение прямо сейчас, если на рынках продолжится рост. На американском рынке вообще довольно плохо продаются машины, которые маловместительные, малолитражные. Но посмотрим. Возможно, эта тенденция будет сломлена в ближайшее время. В любом случае, компания интересная. И, на мой взгляд, если и спекулировать на рынке EV, вот эта компания сейчас может быть очень интересной для входа. А да, она тоже находится в довольно сильной зоне перекупленности. Тем не менее, немножко разгрузился RCI. И, на мой взгляд, она готова к пятой волне роста. Еще одна компания, которой я приглядываюсь, возможно, буду покупать акции. Это компания Regeneron. Недавно была новость о том, что FDA одобрил ее коктейль из антител, которым пользовался Трамп, с помощью которого он выздоровел, разрешила его для использования при лечении коронавируса. На этом всем деле акции росли на премаркете до отметок, по-моему, даже 295. Где-то здесь они были. Но, соответственно, открылись уже на отметке 238. После этого продолжилась коррекция. И, в принципе, если сейчас посмотреть на компанию, она уже довольно неплохо выглядит по своей стоимости, для того, чтобы ее включать в портфель. Но не исключаю, что здесь еще будет какое-то дальнейшее продолжение коррекции. Возможно, к нижней границе вот этого канала, в котором она идет, куда-то в район 490. Но, учитывая то, что она сейчас стоит 508, в принципе, это не такое уж и большое движение. Здесь, видите, она довольно долго торговалась в канале, после чего был выход наверх. Наверное, самым страшным, что может ждать эти акции, это поход к верхней границе вот этого канала. Сейчас она находится на отметке 356. Но, если честно, сложно поверить в то, что прямо сейчас она сможет так глубоко опуститься. Мне представляется, что, скорее всего, после какой-то небольшой еще, возможно, коррекции, а может быть, она уже закончена, эти акции вполне могут возобновить свой рост. И мы видим, что на дневках RSI уже разгружается. И, тем более, на 4-х часах здесь уже, в принципе, есть намек на невергенцию. Мы видим, что здесь минимумы у нас понижаются, а на RSI они повышаются, что является бычьим сигналом, сигналом для покупок этой акции. Продолжаем наблюдать за тем, что происходит в евро-долларе. Как я и говорил, евро-доллар при пробитии 1.20 пойдет на уровень 1.25. И, в принципе, вместе с рынком он неплохо рос. Сейчас, сегодня вместе с биткоином также он немного корректировался. Но мы видим, что сейчас началось движение уже наверх. В принципе, если евро-доллар закроется на уровне том, на котором он закрывался вчера, это будет еще одним хорошим бычьим сигналом, в принципе, по всему рынку. Будем смотреть, наблюдать за тем, как сегодня будет закрываться евро-доллар. Возможно, он даст ответ, ждет ли завтра рынок коррекцию или ралли, которое началось перед Днем Благодарения, продолжится. Американцы всегда перед своими праздниками рынки поднимают на хаи. В принципе, наверное, стоило об этом говорить в последнем видеообзорном моем, в выпуске Безумного Инвестора, который на выходных уходил. Но, к сожалению, упустил я этот факт, забыл про него упомянуть. Но, тем не менее, вот так. Но часто случается, что после таких походов наверх случается коррекция. Но сейчас мне все меньше в нее верится, на самом деле. Наверное, все-таки стоит быть на чеку, потому что в любой момент, именно в таких ситуациях, когда тебе кажется, что все идет как нельзя хорошо, может начаться как раз та самая коррекция, которую никто уже не ждет. Будем следить за рынком. На этом все. Спасибо за внимание. Напишите в комментариях ваши идеи по рынку. Как вы считаете, продолжится ли это рождественское ралли. И до встречи на выходных. После закрытия всех рынков сделаю еще одно видео Безумного Инвестора, в котором посмотрим на все инструменты, как они работали на прошлой неделе. И попробуем спрогнозировать их на следующую неделю. Всего хорошего и до встречи.